В этой задаче мы думаем за черных, она достаточно интересная и может даже такая дизайнерская задача, здесь все группы выстроены в линии, мы видим вот такую большую черную группу в виде линии, еще одну линейную группу, горизонтальную черную группу с тремя дыханиями, раз, два и три, которая окружена белыми, и в свою очередь здесь горизонтальная белая группа, у нее четыре дыхания, раз, два, три и четыре и эта белая группа окружена черными, по условию мы можем точно сделать вывод, что наша цель захватить белые камни, они сильнее нас, наши черные слабее, соответственно нужно здесь бороться за спасение вот этой черной группы, ну и обычно во всех задачах нам предлагают какой-то такой кейс, где мы слабее, где у нас меньше камней, либо у нас меньше дыханий, нам предлагается победить более сильный отряд, на то это и стратегические задачи. Как здесь рассуждать и что здесь вообще делать? Ну очевидно, что в лоб захватывать белые камни бесполезно, если мы попробуем их окружать, то они очень быстро окружат наши камни. Сейчас, например, у белых два дыхания, а у черных уже одно дыхание, и мы так никогда эту задачу не решим. Здесь довольно необычное решение, по-настоящему уже получается такая третья задача из разряда парадоксальных. Здесь мы увидим совершенно удивительный пример того, как можно использовать линию смерти, потому что здесь черные разворачиваются, мы уже видели подобные решения в предыдущих задачах, и белый, конечно же, ни в коем случае не будет пресекать это движение, потому что на линии смерти камни ослаблены, черные с удовольствием разрежут белых, и сейчас белый не успевает окружить черных, потому что пока белый будет окружать черных снаружи, черный будет захватывать белый камень отрезанный, потом он соединится, и уже здесь ловить белым будет нечего. Белый проиграет эту задачу, проиграет эту борьбу. Что же делать белым? Белым надо тянуться по второй линии, рассчитывая на то, что затем они смогут заблокировать черных, то есть как бы восстанавливать статус-кво. Ну и тогда черный тянется дальше. И белый опять тянется. И черный опять тянется. Мы видим здесь очень интересный такой позиционный расклад. Белый не может, кстати, сейчас поставить сюда, потому что его просто съедят. Что ему остается, чтобы черные не соединились, а черные могут соединиться вот таким образом. Ну и потом, конечно же, они займут перекресток 1-1 и соединятся полностью. Белым приходится блокировать это соединение. И обратите внимание, это дыхание общее. Черный в него ставить не будет. Что будет делать черный? Сейчас у черных 3 дыхания. И у белых 3 дыхания. Черный сократит дыхание белых до 1-2. И белый может сократить дыхание до 2. Затем черный сократит дыхание белых до 1. И белый может сократить дыхание черных до 1. Но сейчас очередь хода белых за черных. И черный захватывает белые камни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...